Всем привет, мои дорогие из Испании! Добрый вечер! Точнее, уже ближе к ночи, около 12, наверное, я нахожусь на террасе. Это самое лучшее место в нашем жилье, хотя она объективно классная, большая, просторная, вам я её показывала. И когда мы дома, мы практически постоянно находимся здесь. Здесь, несмотря на то, что уже ночь, жарко, но дует лёгкий ветерок и спасает положение. Сейчас вообще жаркие дни, 32-33 днём в тени и такое яркое палящее солнце, но ветерок бывает и днём, и утром, и вечером, разумеется, и он только лишь спасает положение. Хотя я уже, знаете, как-то привыкла к этой жаре, к духоте, как-то адаптировалась. Мне казалось, будет намного сложнее, но в целом всё нормально. Если бы ещё и не такая влага, то вообще было бы хорошо, но и к влаге уже тоже как-то привыкаешь. Единственное, не могу привыкнуть к своей прическе, что волосы не лежат никак, что бы я ни делала. Но это уже, как говорится, издержки производства, нахождения тут в Испании летом. Ну, как бы это Испания, это лето, август, месяц, тут по-другому быть просто не может. Это одно из моих заключительных видео из Испании, потому что скоро мы уезжаем. И вот вы знаете, я не могу понять, вообще нахожусь в состоянии такого лёгкого шока, как и когда пролетело время. Мы около месяца назад прилетели в Барселону, и мне казалось, что ещё столько времени впереди. И первое время, может быть, 5-7 дней, как-то, знаете, время тянулось нормально, адекватно, я ощущала его ход. И было столько событий, эмоций, впечатлений, как-то я вот чувствовала, как я проживаю каждый день. А потом, в какой-то момент, я не могу понять, в какой, я просто не уловила это. Время понеслось, полетело, и всё, я понимаю, что ещё немного, и мы из Испании уезжаем. И какие-то такие, вот знаете, непонятные чувства, ощущения, как-то, ну не успеваю я за временем, которое летит, мчится просто, и неважно, это твоя обычная рутинная жизнь, или это отдых, или это путешествие, всё равно время летит, наступает какой-то момент, когда оно просто пролетает, и всё, и ты не понимаешь вообще, что произошло, и как. Оказалось, что, ой, столько ещё впереди времени. И вы знаете, я вот с каждым днём всё больше и больше понимаю, что нужно жить здесь сейчас, и ничего не откладывать на завтра. Вот вы можете что-то сделать, нужно делать максимальное количество дел в течение дня, в течение недели, даже в течение часа. Потому что иначе какая-то часть жизни просто пролетит мимо, останется за бортом, и вы просто не успеете. Потому что дни летят, дни, недели, месяцы, годы, вообще вся жизнь как-то пролетает, ну, я не знаю, просто нереально. И причём, ну, я вообще много об этом, да, говорила и на Ютьюбе со своими знакомыми тоже. И вот у всех те же ощущения, причём вне зависимости от возраста, и у молодых также, и там у людей среднего возраста, и у пожилых, вот все говорят одно и то же. Ну, я думаю, вот хотя бы хорошо то, что хотя бы вот, ну, неделя первая как-то вот нормально шла, длилась, да, текла, как-то так вот, ну, не летела, по крайней мере. Я хоть как-то вот это всё прочувствовала, потому что потом просто как-то всё закрутилось, понеслось, и всё, и всё как бы. Уже мы уезжаем скоро из Испании. Сегодня у нас были определённые планы, но всё пошло не по плану, как говорится, никогда не строй планы, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах, но вот иногда так оно и бывает. И произошло мега такое неординарное событие, и я позвонила своему другу, он помог всё решить буквально вот за несколько минут. Всё решилось очень качественно, хорошо, всё хорошо, но если бы не он, я даже не представляю, что бы мы делали, потому что я уже говорила, что в Испании плохо говорят на английском языке. Ну, вот я так подозреваю, по крайней мере, по моему опыту, наверное, ну, в большинстве организаций есть англоговорящие сотрудники, с ними как-то объясниться можно, по крайней мере, они вас поймут, вы их поймёте, как-то вот, ну, решите какие-то вопросы, да. Но это всё время, это всё нервы, да, и потом, когда что-то вот происходит, нужно понимать, да, куда звонить, пока ты там узнаешь, куда звонить и так далее, и так далее, то есть это всё занимает много времени. А когда есть человек испаноговорящий, который готов тебе помочь, то вопросы решаются, конечно, очень быстро и качественно. Я ему говорю, ты просто мой ангел-хранитель, что бы мы без тебя делали? Ну, действительно, он вот настолько быстро и качественно помог, что просто я не успела глазом моргнуть, и вопрос решился. Так что такой у нас был день, всё пошло не по плану, но зато всё хорошо, и это самое главное. Что я могу сказать, мои дорогие, ну, практически месяц я провела в Испании, и несмотря на все сложности, а сложности, собственно говоря, были исключительно с жильём, в одном жилье были одни сложности, в другом жилье, ну, я бы не сказала, что здесь сложности, ну, пока не было никаких сложностей, я надеюсь, их и не будет до нашего отъезда. Но тут, конечно, жильё очень низкого уровня и качества, я вам его показывала, просто ужасное жильё, и я никогда в таком жилье не находилась. Вот, несмотря на всё это, у меня, вы знаете, самые хорошие впечатления останутся в Испании, потому что это был очень интересный, яркий, насыщенный и очень полезный месяц. Несмотря ни на что, я тут классно провела время, у меня тут были мега положительные эмоции, я приобрела новые знания, новый опыт, и мне вообще в целом здесь было очень классно. Мы тут много гуляли, ездили, я многое вам показывала, что-то просто не было возможности показывать. Мы встретились с другом, прекрасно провели время, мы не виделись очень много времени, и были очень рады встрече, замечательно всё было, общались, смеялись. Ну, в общем, прекрасно, всё было прекрасно, положительные эмоции, прекрасные воспоминания, и я очень рада, что я приехала в Испанию, что так всё получилось, потому что, ну, изначально были другие планы, но потом как-то вот стечение обстоятельств, судьба, я даже не знаю, как это назвать, но судьба привела меня в Испанию. В общем, так получилось, как бы, да, в последний момент, и я очень рада, что мы сюда приехали, вот говорю, несмотря ни на что, потому что вот прошло время, да, столько времени, но это немало времени, около месяца, я вспоминаю, думаю, анализирую, я понимаю, что очень хорошо, по разным-разным-разным причинам, что я приехала сюда, в Барселону, и вот столько времени здесь провела. Вот, так что, мои дорогие, если можете что-то делать, вот прямо мой вам совет, моя вам рекомендация, хотя я не люблю давать советы, но, тем не менее, есть какие-то вещи, вот в которых я уверена, и которые я говорю, вот просто от души советую, делайте, можете что-то сделать, делайте. Можете куда-то поехать, вот не раздумывая, просто вот садитесь в самолет и летите, либо там в машину, либо там еще куда-то. Можете что-то сделать, делайте, ничего не откладывайте на завтра, потому что одно, другое, третье, вы не знаете, к чему вас это приведет, вы не знаете. И потом, знаете, вот еще я заметила, что иногда происходят самые невероятные события из каких-то поступков. Вот вы что-то делаете, да, вот одно, другое, третье, это приводит еще к чему-то, потом происходят какие-то вещи, о которых вы и подумать не могли. То есть вот жизнь очень яркая, очень многогранная, очень интересная. Но все происходит тогда, когда вы сами что-то делаете, когда вы делаете какие-то к чему-то шаги. Вот если вы будете сидеть дома и жить своей рутинной жизнью, вы так и будете продолжать сидеть. И вот у вас будет день сурка, каждый день будет происходить одно и то же, вот как бы понакатанный. И ничего происходить интересного не будет. Если вы будете выходить из зоны комфорта и пробовать какие-то вещи, ну не обязательно путешествовать, да, вот вообще, как бы что-то делать новое, то есть, да, непривычное, то вы будете замечать, что с вами начинают происходить какие-то интересные события, которые даже иногда могут поменять ход вашей жизни, будут приводить вас к чему-то, о чем вы и подумать не могли. То есть, живите максимально ярко, максимально делайте все, что вы можете, потому что очень многое зависит от нас. И путешествуйте, как можно больше путешествуйте, ну хотя бы просто вот поезжайте на отдых, на релакс. Это тоже очень классно, я это тоже очень люблю. Но путешествие это одно, отдых, релакс это другое, и то, и то классно, здорово, имеет свое место. Это немного разные вещи, но даже я вам скажу, во время отдыха такого релакса тоже могут происходить очень интересные события, какие-то встречи, что-то, вот о чем вы и подумать не могли. То есть, резюме таково, что выходите из зоны комфорта, в прямом переносном смысле этого слова, и старайтесь максимально в жизни двигаться. То есть, не сидеть на месте, а двигаться. И тогда вы заметите, что и жизнь будет ваша меняться, и какие-то события будут происходить в вашей жизни. Ну и жизнь станет намного более качественной. Все, мои дорогие, такое короткое получилось видео, я думаю, что оно загрузится. Я не знаю, когда выйдет следующее видео, я, конечно, буду записывать, но я не знаю, как вот будет с интернетом. Ну, конечно, он будет, но, может быть, не постоянно, если будут какие-то задержки, то только лишь исключительно из-за интернета. Но я надеюсь, что видео будут выходить часто, я хочу, чтобы они выходили ежедневно. Если нет, может быть, два раза в день, как только будет у меня интернет. Ну, в общем, я, да, и я буду выкладывать сторис. Сторис намного проще выкладывать, поэтому, если вы еще не подписаны на меня в Инстаграм, то обязательно подписывайтесь, потому что, ну, сторисы, я думаю, будут выходить постоянно, и вы будете за мной следить, знать, где я, что я. Но и видео, конечно, тоже будут все, мои дорогие. Целую вас, обнимаю. Всем всего самого хорошего. До скорой встречи. Пока-пока из Испании.